И начнется это все с деталей МДФ-ных, склеенной, с фанерой и пробитой гвоздями. И необработанной. Оставляем это на 8 часов. Тем временем, пока наши детали сохнут, мы нарезаем профиль. 1692 штуки и 497 штук. И расположим мы их вот таким вот образом. С двух сторон поставим вот так. Так, мы прихватили 4 угла нашей рамки и с помощью рулетки выставляем диагональ. Вот мы и проварили наши все стыки. С помощью шлифовочного диска мы это все вырвем. И доводим до вот такой вот зачистки и выравнивания. Всю эту процедуру мы проделали, теперь можно уже красить. Погодка сегодня не солнечная. Мы под навесом, так что можно смело красить. Так, пока наша краска сохла. Тем временем я напилил вот такие рейки с разными размерами. У нас будет маленький диванчик и два пуфика. И после того, как я напилил рейки, приступаю к шлифованию фанеры. И вот таким вот образом у нас получается. Все наши детальки. Так, вот наш профиль и подсох. Он у нас покрашен в черный цвет матовый. После этого на коротких деталях мы делаем вырезы вот таким вот способом. И отнизу вот здесь отмеряем 15 сантиметров. И вырезаем вот эту полоску. Так, вот мы отрезали наши детальки. Делаем потайи с боковой части. И с рейк собираем мы вот такую вот конструкцию. Так, вот еще мы добавили три стоевые на заднюю часть. Так, на передней части мы усилим вот такими вот рейками. 15 градусов. Вот поставим в это место. Следом за МДФ мы собираем вот так. Края мы стыкуем как обычно, а середина у нас склеенная панера с двух сторон. И так же собираем пуфики. И на дно мы закрутим вот такие вот рейковые каркасы. Но прежде чем их будем прикручивать, мы это все закроем фанерой. С того, как нарезали фанеру, мы берем дно. И промазываем клеем. И берем кусочек фанеры и закрываем. Пробиваем на гвоздики. Потом берем деталь. Потом сверлим фатой. Вся нижняя часть уже готова. Все это мы прокрутили саморезами. И вот что получается.